Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы «Ужин для чемпионов», бизнес-тренер, коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abetraining.ru, телефон в Москве – 784-58-62, с кодом 985. Наша программа называется «Ужин для чемпионов». Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек, человек, который реализовал свою мечту. Я представляю нашего чемпиона, это Светлана Чумакова, основатель и генеральный директор Международной академии коучинга. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. И тема нашей сегодняшней беседы – если хочешь что-то изменить в своей жизни, просто делай это. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 6510996, код города 495, задавать свои вопросы нашей гости, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу 3w.finam.fm. Светлана, для того, чтобы наши радиослушатели с вами познакомились, я попрошу вас рассказать о себе 2-3 слова, буквально то, что вы считаете нужным, то, что с вашей точки зрения может быть интересным для людей, которые хотят быть успешным в этой жизни. Если 2-3 слова, то я скажу, что я послевоенное дитя, я родилась в 1946 году, и сейчас 2012 год заканчивается. Это значит, что я прожила очень такую большую, объемную жизнь и прошла через различные изменения в нашей стране, различные изменения в своей личной жизни. И все это параллельно, и все это в пересечении, и то, что те вызовы, с которыми мы встречались, мое поколение, и как мы проходили через них, и то, к чему сейчас пришли, наверное, является очень таким ярким отражением того, к чему приводят действия. И действия такие, когда мы понимаем четко, чего мы хотим, и на что мы готовы идти ради того, чтобы быть тем, кем мы хотим, и создавать для себя и для других ту жизнь, ради которой мы родились. Светлана, вот вы в своей жизни начинали заниматься летательными аппаратами. Да. То есть вы учились в МАИ, закончили МАИ, работали в МАИ, и добились определенных успехов именно на этом поприще. И вдруг, неожиданно, в какой-то момент, как говорил мой первый тренер, однажды в среду в душе утром на голову падает кирпич, и я вдруг понимаю, так вот о чем это. Вот расскажите, пожалуйста, про этот кирпич, который упал вам на голову в среду в душе. Ну, это был не кирпич вообще-то, это была любовь. Ну, условно, это метафора, конечно, да. Да, действительно, вот я выросла в маленьком городке, у моря в Евпатории, и полет Юрия Гагарина меня настолько вдохновил, что я сразу вот на второй день после выпускного вечера в школе уже на поезде уехала в Москву поступать в Московский авиационный институт. И мне очень повезло, именно вот при мне выделился факультет космических летательных аппаратов, мне повезло общаться с очень сильными людьми, знаменитыми космонавтами, конструкторами. И моя карьера складывалась очень успешно. Начала я после окончания института со скучных вещей. Это надежность космических летательных аппаратов, такая исследовательская работа. Ну, не такие уж и скучные. Вы знаете, на самом деле, наверное, когда тебе 21 год, это не очень так вдохновляет. Но то, что это относилось именно к космосу, уже вдохновляло. Я согласна с вами, Андрей. Ну, конечно, тогда это было... Да, но, видимо, там заметили мои какие-то коммуникативные способности и пригласили работать в приемную комиссию. Это, с одной стороны, было как повинность, но летом, с утра до ночи, совершенно, да, вместо отпуска. Поэтому за это давали дополнительный отпуск, а у меня было куда его использовать. И вот такая карьера развивалась уже в двух направлениях, как научный работник и еще как специалист, руководитель по работе с молодыми студентами, с новичками, с абитуриентами, с первым курсом по их адаптации. И мне это нравилось, у меня получалось очень. То есть вам понравилось работать именно в большей степени с людьми, да? С людьми, да. Если там трудно было... Ну, это, понимаете, сейчас трудно поверить, но когда поступали в институт, в такой, как мои, ребята молодые, если у них там прическа была не такая, как надо, то им говорили, что нет, мы документы у вас не возьмем. А мальчики молодые, они говорили, не возьмете, так и не надо. И подходили ко мне мамы, и уже слух пошел, что вот надо подойти ко мне, и я смогу мальчика уговорить все-таки принять эти условия, которые ему диктуют. Но я начинала всегда разговор, ты хочешь вообще для себя чего? И вот так мы выходили на то, что он приходил на следующий день с счастливой мамой, с постриженной, иногда с букетом цветов. Кстати, это очень, извините, я вас перебью, это очень важный коучинговый вопрос. Первый вопрос. Да. Чего же ты хочешь? Да, да, вот ты пришел сюда, вот именно в этот институт, а ты кем хочешь стать? И так вот в разговоре он выходил на то, что здесь есть свои правила, и если он хочет действительно достичь своей мечты, то тогда нужно уже принять правила, если они просто вразрез не идут с его ценностями. Некоторые соглашались на том, что волосы отрастут, а в институте он уже будет учиться. По-всякому. И действительно получалось, и вот эта работа мне очень нравилась. И здесь были очень хорошие результаты, отдача была для всех. То есть вы уже тогда почувствовали, что вы значительно эффективнее и лучше работаете с людьми, чем с летательными аппаратами? Да, наверное, да. С людьми лучше, чем с железками. Вот. Ну вообще за такую долгую жизнь очень много историй можно рассказывать. Мы это запаркуем про космическое летательное аппарат. Да, вот про тот кирпич, который в душе в среду. Да, да. Ну и вот во время работы, вы знаете, как любовь появилась. И я вышла замуж через какое-то время. И у меня настолько были уже серьёзные отношения к семье, что у нас в браке родилось двое детей. Я просто оставила работу. Я выбрала. Семь лет. Я буду заниматься детьми. У меня был ещё старший ребёнок от первого брака. Я 8 лет занималась с детьми. То есть трое детей. Трое детей. Но вы героиня. Ну, вы знаете, тогда мне, в общем, очень многие говорили, что вообще не понимают. Многие не верили, что это действительно так. Приходили, проверяли, действительно ли их трое. И в 8 лет я занималась именно развитием своих детей. Я не сидела дома. Вот не то, что там. Они у меня занимались живописью в Пушкинском музее. В общем, я находила разные способы заинтересовать их. А потом, когда они уже пошли в школу, и я вернулась к своей карьере, я вернулась в разрушенную страну, когда уже ветер гулял по аудиториям института, и там не было чем заниматься. Ну да, и летательные аппараты были особо никому и не нужны. Да, да. Это время перестройки, очень жёсткий такой период, когда я стала искать для себя лучшего применения. Но мне вот в жизни повезло, что я всегда занималась тем, чем хотела, или когда, если выбирала что-то, то уже начинала любить то, чем я занимаюсь. Мой однокашник меня взял. Трудно было найти работу. И тогда появилась новая тема персональной компьютеры. Он мне сказал, ну, хочешь, попробуй. И предложил мне должность, вы не поверите, преподавателе. Но есть хорошее правило, да, хочешь чему-нибудь научиться. Да, сделай сам. Да, да, сделай сам. И преподавай это другим людям. Преподавай, да. Да, есть даже анекдот. Так долго объясняю, что сам наконец понял. Что сам научился, да. А тема тоже, знаете, это не коммуникация с людьми всё-таки, а вот программирование, пользовательские программы. И было условие поставлено мне, ну, как задача, три месяца. И через три месяца я должна уже выйти и вести группы. Ну, вот три месяца я посвятила тому, что студировала всю эту науку новую для того, чтобы работать и обучать людей, пользователей, работая на компьютерах. Но вам это было интересно? Мне было интересно. И когда я начала обучение, я опять же обнаружила для себя, что мне был интересен процесс взаимодействия с людьми и поиск способов, как им лучше объяснить и как помочь им понять, нежели сами эти программы. Но это такие архаичные, это лексикон был. Это уже забыла название. Ну, и опять, да, опять меня вот вывела эта деятельность. На позицию руководителя отдела обучения. И тогда провозгласил Михаил Сергеевич Горбачев к электрификации, все стороны добавил еще компьютеризацию. Меня вызвал руководитель предприятия, очень большого алгоритма, сказал, Светлана Юрьевна, вот надо, возьметесь. Я говорю, ну, возьмусь. И так мы создали отдел такой хозрасчетный внутри государственной компании и обучали очень больших, крупных государственных компаний тоже, бухгалтеров и инженеров. То есть уже тогда вот этот принцип, если хочешь что-то изменить в своей жизни, просто делай это. Да. Он уже тогда у вас на подсознательном уровне работал. Да, ну, где-то на сознательном, где-то на подсознательном. Но я вот хочу сказать, что я не очень согласна со словом «просто». Если говорить английский, да, «just do it», да, то это просто моментально, да. В русском языке «просто» оно не для всех срабатывает. Многие говорят, ой, это непросто, да, вот. Вы знаете, а вот когда я проходил свои первые тренинги личностного роста, проходил лидерскую программу, и я придумал такой термин, который, по-моему, до сих пор существует. И ребята, когда, это было там 12 лет назад, и когда мы видимся, они говорят, вот твой принцип, принцип Бубукина, он работает до сих пор. А я озвучил этот принцип так, тупо делать. То есть вот больно, не больно, весело, грустно, тяжело. Вот я заменил слово «просто» на слово «тупо». То есть эмоции эмоциями, а дело делом. Я как бы начал их разделять, и после этого очень многие вещи в жизни стали получаться. Да, я, вы сейчас рассказывали, я вспомнила, как бабушка говорила мне, любимая поговорка ее была «глаза боятся, руки делают». Да, да. Это вот как раз вот «просто делай» это. Вот видите, все-таки «просто делай», «просто делай». Да, 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 действительно так. И как же в вашей жизни появились вот эти тренинги, которые изменили вашу жизнь? Ну, скажем так, создали для вас возможность заниматься другой профессией? Ну, у меня на работе одна из коллег узнала, ей рассказали о тренингах личностного роста, которые привозили тогда к нам из Америки. И она сама прошла, и я посмотрела на ее изменения, хотя они у нее очень тяжело проходили, и сказала себе, что для меня это тоже очень важно, интересно. Я, как все, да, как все люди в нашей стране тогда была в поиске. С одной стороны, просто делаешь, да, и получается, но внутри это колоссально требовало колоссальной перестройки внутренней, потому что вся философия жизни менялась. С одной стороны, мне было, конечно, легче, как человеку, который в 17 лет уже резко изменил свою жизнь, покинув родительские дома и уехав в неизвестность. Но с другой стороны, когда у тебя уже семья, дети, то очень многие вопросы себе задаешь. И я попала на этот тренинг, который действительно просто перевернул все в понимании и в самом главном, наверное, что все в жизни есть наш собственный выбор, наше собственное решение, и наши действия, только наши действия будут приводить нас туда, куда мы хотим. Никто больше за нас это не сделает. То есть это был тот вывод, который был для вас особенно ценен тогда? Да, да, да. А что еще ценного вы тогда почувствовали? Что вам помогло? Что вас поддержало? Я не знаю, ответственность за свою жизнь. Уж коли я здесь, то для чего-то. И это очень значимо было. А что меня еще поддержало? Я увидела, что действительно это очень важно и ценно для людей в нашей стране, которые потеряли ориентир, для кого-то земля уходила из-под ног. И вместо нытья можно смотреть вперед и выстраивать и делать свои шаги в этом направлении. Я еще тоже, я позже услышала, я очень люблю одну фразу, что если ты берешься за что-то новое, то ты можешь проиграть. Но если ты не начинаешь этого делать, то ты уже проиграл. Ты уже проиграл. Вот это для меня тоже очень большим жизненным ориентиром служит. И это то, что двигает на шаги, где никто не обещает никаких наград побед. Из земляничных полей. Да, да. Это зона дискомфорта, неизвестность. И то, что сейчас просто суперактуально для нашего современного мира. Если китайцы желали, когда же хотели пожелать плохого, говорили, чтобы ты жил во времена перемен, то сейчас времена перемен стали нашей реальностью. И мы знаем, что они были, есть и будут. И самая главная непредсказуемость, наверное, в том, что они непредсказуемы. Поэтому очень важно для человека каждого иметь собственную внутреннюю устойчивость, собственный стержень и понимание своего видения и готовности действовать. Да, вы знаете, я тоже убедился в одной вещи, что если я что-то делаю, у меня, по крайней мере, появляется возможность чего-то добиться. А если я ничего не делаю, то такой возможности у меня просто нет. Это программа «Ужин для чемпионов». Мы вернемся после небольшой рекламной паузы. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио «Финам-ФМ». И моя гостья Светлана Чумакова, основатель и генеральный директор Международной академии коучинга. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящими чемпионами, если вас интересует, как это сделать, или у вас были в жизни подобные случаи, задавайте вопросы нашей гости в прямом эфире. Наш эфирный телефон 6510996, код города 495. Это можно также сделать на нашем сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. Светлана, мы с вами говорили о том, что тренинги личностного роста при всей своей привлекательности являются в то же время достаточно жесткими такими, да, достаточно жесткой техникой, жесткой технологией, которые, ну, не все люди переносят спокойно или там мягко, скажем так. Так, и наступил момент, когда вы решили заняться коучингом. Коучинг – это немножко другая вещь, хотя это тоже искусство поддержки людей в том, чтобы они добивались в своей жизни экстраординарных результатов, которые, может быть, они просто так бы и добились бы, а, может быть, без поддержки коуча бы и не добились бы. Вот, во-первых, почему коучинг и что такое коучинг? Расскажите, давайте разберемся с этим. Ну, вот я согласна с вами, что после тренингов личного развития, личностного роста многие понимают, что они хотят и кем они хотят быть, но не знают, как достичь этого. И коучинг как раз появился в тот самый нужный момент в моей жизни в 96-м году и потом в нашей стране, поскольку я решила, что я буду заниматься только этим, как новый способ, новая возможность людям начинать совершать изменения в своей реальной жизни за счет раскрытия своего собственного потенциала, за счет выхода на новые территории в своей самореализации и в способности совершать действия и переходить от жизни, повторяющейся в рамках привычных, те, которые, может быть, даже заданы не вами самими, а социальными какими-то ожиданиями, обществами, правилами, переходить туда, где вы действительно можете себя реализовать и достигать самых лучших результатов во всех образах жизни и обеспечивать себя материальной, и создавать семью, и организовывать для себя очень интересную жизнь, полную приключений, путешествий, различного творчества. Словом, все возможно, и когда с вами работает коуч, вы получаете в его лице друга, преданного, который будет делать все для того, чтобы вы сами осуществили свои цели, решили задачи и достигли своих самых лучших результатов. И здесь именно в коучинге язык действий, он является критичным, я бы сказала, потому что чаще всего люди говорят о том, что они хотят иметь или кем они хотят быть, но очень часто упускают вот этот промежуточный этап, это действовать. Конкретные шаги. Конкретные шаги. И тогда получается либо день сурка, либо петербургские ночи, как у Достоевского. Либо крысиные бегающие, как говорят иногда, по кругу, откуда нельзя вырваться. По кругу, да. Да, да. И здесь коуч, он может быть и вызовом, и не случайно, эфир сегодняшний, эта программа называется «Ужин для чемпионов». Кто такие чемпионы? Это люди, которые для себя ставят совершенно конкретную планку своих побед. Это может быть и прыжок в высоту, это может быть количество забитых голов, это могут быть упражнения гимнастические на брусьях, на бревне такие, которые никто не делает. И как только он устанавливает для себя планку, он начинает действовать, он начинает тренироваться, он начинает читать, изучать то, что ему необходимо, вести образ жизни определенный. И только тогда он побеждает, тогда он становится победителем. То есть и в жизни то же самое, только это не в спорте, скажем так, а вот человек может делать то же самое в отношениях, на работе, в каких-то других, например, со своим здоровьем разобраться, да? Да. То есть любые темы, которые связаны с человеческой жизнью, я вас правильно понимаю? Это так, да. И здесь, конечно, это не так все просто, потому что... Да, это да. Да, ведь когда задаешь вопрос, почему люди не действуют, что останавливает, как они сами себя останавливают? Вот, это ключевой момент. А что же останавливает, что мешает? Да. И вот хороший коуч такой, сильный, он не побоится задать вопрос, как вы себя останавливаете, потому что он дальше, он знает, во что вслушиваться и о чем дальше расспрашивать. Но исследование психологов показывает, что людей останавливает страх, при том два вида страха. Один страх неудачи и страх удачи. И страх удачи, да. И что я с этим всем буду делать? Это да, это каким же надо мне становиться. И вот это и есть причина многих незавершенных проектов и неосуществленных своих желаний. И тогда хороший коуч будет задавать вопросы, которые помогут его клиенту найти вот этот барьер внутренний и совершать действия для того, чтобы его обойти, чтобы с этим справиться. Это очень большая тема. Это тема такого, откуда люди получают драйв внутренний. Это тоже надо находить источники своего драйва. И речь, лингвистика, свои собственные слова, которые дают вам энергию или отнимают. Такие, как слова «хочу», «делаю», «буду» или слова «надо», «неплохо бы», «хотелось бы». Мне сказали «я должен». Должен, да. А в общем-то здесь история-то очень простая. Это всё равно, как человек действует или не действует, можно понять, например, на примере того, как вы покупаете билет на поезд или на самолёт. Если вы знаете, что ваш поезд отходит в 22.00, а сейчас в 18.00, то для того, чтобы успеть туда, вы собираете чемодан, выбегаете из дома и делаете всё, чтобы впрыгнуть в этот поезд. И это большое искусство для себя покупать эти билеты. И вопрос времени, временной рамки здесь тоже является очень важным. Если вы хотите осуществить свою мечту, то всегда задайте для себя это время, когда этот рейс отходит, да, время осуществления. Я совсем недавно проводила коучинговую сессию. Для своей клиентки она очень высокого уровня менеджера, работает в энергетической компании. И сейчас у нас очень большие изменения. Очень сильный руководитель. Но очень большой объём работы заставляет, побуждает её работать сутками и выходными. Это её угнетает. Да, да. И самое ужасное, что там нет этому конца. Она видит, что за очередной решённой задачей поступает ещё больше. И когда в коучинговой сессии она хотела бы изменений, и сама себя же убеждала, что это невозможно, пока они не сделают очередной проект. А потом появится очередное, потом очередное, потом ещё один. А дальше туда она даже не заглядывала. И вот один вопрос, когда вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась? Чтобы вы сами ею владели? И что она ответила? Да. Она сказала, что я никогда об этом не думал. Я всегда думаю из сегодня в завтра. Вопрос был задан из будущего в сегодня. Для неё самым большим открытием было, когда она для себя установила этот срок через месяц. И я спросила, как тогда понимание, что в этот срок вы уже начинаете по-другому, и что вы всё сделали для того, чтобы ваша жизнь выстраивалась так, как вы хотите, что вы можете уже её планировать, управлять ею. То как тогда это повлияет на то, как вы взаимодействуете со своей командой? Для неё это было очень большим открытием, потому что на повестке дня стояло развитие её компетенции в создании команды и лучшей организации работы для своей команды. И она сказала, что когда я увидела уже из того момента, когда я делаю совершенно по-другому, я поняла, как я буду взаимодействовать с людьми. Я увидела, что у меня есть много чему ещё учиться. То есть вот она находилась сегодня, создала образ того, какой она будет через месяц, вошла в этот образ, из этого образа вернулась назад и увидела, какие шаги она должна сделать для того, чтобы её команда была эффективной и работала на другом уровне. Что она будет делать по-другому? Хотя разговор начинался с того, что она сказала, я и так делаю всё хорошо, я очень хороший руководитель. Но она вдруг поняла, что она будет по-другому делегировать, не задача, а ответственность. Вот это один из примеров того, как работает вот эта точка, обозначенная в календаре у себя в расписании, что этот момент Х, когда я сделал всё, и это всё изменилось. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, ещё раз, 65 10 99 6, код города 495. Задавать свои вопросы нашей гости. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.final.fm. И, кстати, у нас есть вопрос с сайта. Фёдор спрашивает, Светлана, может ли каждый стать коучем? Я IT-инженер, но хотел бы сменить род деятельности. Что вы скажете Фёдору? Я скажу из своего опыта. Но я тоже в моём прошлом есть, моё IT-шное прошлое. И я хочу сказать, что оно мне очень помогает, потому что эти IT-шники очень структурированные люди, и есть преимущества в работе, особенно с корпоративными клиентами. Но я, помимо того, что я работаю с топ-менеджерами в больших глобальных, крупных российских компаниях, я обучаю коучей. И я хочу сказать, что в наших группах появляется всё больше... В группах Международной Академии Коучинга. Международной Академии Коучинга, да. Это пионер коучинга в России. И у нас очень большой опыт именно в обучении. Мы передаём знания. И у нас всё больше и больше появляется IT-шников. И они... Вначале для них трудно, но потом... Ну, все, 100%, все, кто у нас учились, они все вышли совсем на другой виток своего собственного развития. Кто-то применяет внутри своей компании, работает со своими подчинёнными, применяя коучинг. Кто-то расширил свою деятельность внутри компании. И очень хороший опыт, очень успешный опыт. Так что это всё возможно. Светлана, давайте поговорим немножко о другом. Вот на пути к успеху мы часто встречаем различные препятствия. Вы уже о них говорили немножко. Вот с вашей точки зрения, что вы можете порекомендовать нашим слушателям? Или, скажем так, не порекомендовать, а к чему вы можете пригласить наших слушателей, когда они будут встречаться с такими препятствиями, как разочарование, горечь, боль? Что скажете? Что делать в этом случае? Что делать в этом случае? Прежде всего, шаг номер один. Надо очень чётко понять, что вы хотите. Вот этот вопрос, он самый первый. Без него непонятно даже, в каком направлении действовать. И понять, почему для вас важно. понять, как повлияет исполнение вашего желания, вашей мечты, вашей цели, как повлияет на вашу жизнь, и как повлияет на жизнь окружающих, как она повлияет на жизнь страны. И это не громкие слова, потому что каждый шаг, и каждое наше слово, оно отзывается, и оно влияет на всё. Как бы мы ни думали, что я маленький человечек, и ничего не значу. Влияет наше слово, и влияет также наше молчание, отсутствие слов. Кем вы хотите быть? И что для вас ценного? Как связано это вообще с целью вашей жизни? Следующим шагом я бы вам предложила, порекомендовала посмотреть, что у вас есть уже для этого, чем вы уже обладаете. Это очень такой шаг, необычный для нашей культуры. Наверное, 90% моих клиентов, руководителей, топ-менеджеров, когда мы начинаем с ними коучинговую сессию и с использованием различных оценочных инструментов, материалов, они говорят, ну давайте начнём с того, что у меня плохо. Я говорю, нет, давайте начнём с того, что у вас уже хорошо, что у вас есть уже. Все успешные люди, и надо очень важно понять, чем вы уже обладаете. Тогда и дальше здесь же понять, как же вы себя останавливаете, как вы сами себе мешаете, и что вам поможет наконец начинать действовать и расписать свой собственный план действий. И привлеките коуча или человека, который просто искренне заинтересован в вашем успехе, так, чтобы он спрашивал, был заинтересован вас и спрашивал, ну как у тебя получилось, чему ты научился, давай ещё следующий. Ух, как здорово! И чтобы он действительно отмечал ваши успехи так, чтобы вы сами их признавали. Когда мы работаем с руководителями, с топ-менеджерами, здесь очень важно для них самих установить для себя критерии того, как они будут узнавать, как другие люди будут узнавать, что, да, они продвинулись туда, куда хотели. У нас есть звонок в студию на линии Сергей. Сергей, добрый вечер! Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер! Вопрос у меня такой. Есть ли какие-то ключевые навыки, которым, ну вот, подобные программы учат, скажем так, человека? Просто я участвовал в одной программе, которая, ну это Лайф Спринг, тренинги Лайф Спринг. Вот, и там в лидерских программах, да, людей, не могу сказать, что заставляют, но тренируют, да, на то, чтобы они привлекали в этот же тренинг новых людей. Считая это, на мой взгляд, ключевым, ключевым навыком в личностном росте. Вот первый вопрос, да, какой все-таки и можно ли выделить ключевой навык в росте человека, в личностном росте, да, и как вы относитесь вот к этой системе Лайф Спринг? Ключевой навык в личностном росте и ваше отношение к Лайф Спрингу. Да, совершенно верно. Спасибо, Сергей. Да, да, я думаю, что эта система у меня знакома, и это всегда собственный выбор человека, как он будет демонстрировать свои собственные изменения, приводя новых слушателей на эти тренинги, или в какой-то другой сфере собственной. И я неслучайно в рекомендациях сказала, вам нужно самим понять и оценить, что для вас ценного в этой цели. И очень важно, когда вы задаете себе этот вопрос, вы очень хорошо отличаете, когда эта цель и мечта ваша собственная, и тогда вы будете за нее сражаться и будете выходить за рамки, несмотря на любые ограничения. То есть видеть цель. Та, которая именно вам важна. Если вы видите, что то, что от вас просят или требуют, или обучают приводить новых слушателей, и вы не разделяете это, то тогда, что бы вы ни делали, у вас не получится. И в то же время я бы, может быть, предложила увидеть, а что ценного вы для себя, чему вы научитесь, если вы будете развивать свои коммуникативные навыки, как они вам пригодятся в вашей работе, в вашей личной жизни. То есть вовлечении, как развитие коммуникативных навыков. Да, да. Я просто хочу сказать, что сейчас основные я, как пионерка в России и основатель Международной Федерации Коучинга Российского Представительства, я каждый год ежегодно езжу на конференции. Я хочу сказать, что сейчас таким ключевым вопросом является энгейджмент, да, это вовлечение, присоединение сотрудников, включенность людей в командную работу, включенность. вовлеченность. И вот если для вас это очень важно и очень актуально, то тогда вы, может быть, будете использовать разные способы для обучения этому, для тренировки этому. Но я вам могу сказать открыто, что если вы не разделяете ценностей того, чтобы привлекать людей в группы, то не делайте этого. У нас есть еще один звонок. Игорь на линии. Пожалуйста, Игорь, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, наверное, скорее всего, такой потребитель, наверное, коуч, да, хотелось бы, в первый раз услышал об этом, обо всем. И, в общем-то, в жизни столкнулся с такой ситуацией, что года назад поставился какую-то цель, находясь, в общем-то, на дне СРК, да, как вы правильно заметили. И этой цели достиг. Сегодня, в общем-то, вышел на какую-то управляющую работу и идут такие полноценные хорошие работы. Вот теперь у меня сложилось впечатление, ощущение, что у меня не хватает знаний. То есть, наверное, появился тот страх от успеха какого-то, что делать дальше. Потому что навалилось много работ, совершенно перестал понимать, как управлять собственной жизнью, как жить, месяц, что делать дальше. Даже вопрос о том, где найти время, чтобы проконсультироваться или пообщаться с коучем. Трудно себе представить, как это все выглядит. То есть, я в данный момент нахожусь на работе и не знаю, когда все это закончится. обстоятельства. То есть, Игорь, если я вас правильно понял, вопрос в том, как найти время, да, чтобы поработать с коучем. Да, как найти время. Что делать с появляющимся страхом невозможности преодоления объема работ. То есть, время, страх перед объемом работ. Спасибо большое за вопрос. Светлана ответит вам после небольшой паузы. Это программа «Ужин для чемпионов». Спонсор программы компания ООО АБ-тренинг. Итак, мы продолжаем нашу программу «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. Я, Андрей Бубукин, ведущий этой программы и моя гостья Светлана Чумакова, основатель и генеральный директор Международной Академии Коучинга. Уважаемые радиослушатели. Я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 6510-99,6 код города 495 и задавать свои вопросы нашей гости. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm Итак, Светлана, Игорь задал вопрос перед перерывом. Пожалуйста, что скажете? Ну, здесь в одном вопросе, Игорь, очень много вопросов. Ну, начнем по порядку, да, хотя здесь надолго. Ну, так, кратенько. Да, кратенько, да, первое, да, все мы знаем, что как только мы поднимаемся выше, то чем выше мы поднимаемся, тем больше новые задачи встают перед нами. и я хочу вас поздравить, во-первых, с тем, что вы достигли, чего хотели. Вы человек очень настойчивый и такой приверженный и деятельный. Я, судя по вашим результатам, и открытием для вас является то, что когда вы оказались на той позиции, которую достигли, у вас открылись новые задачи, которые больше и, наверное, другие, чем тех, с которыми вы привыкли справляться. Но это вообще модель нашей жизни, так ведь? Мы сначала ползаем в манежике, потом в детском саду, и чем выше, тем больше степень ответственности. Так что я хочу вас поздравить, что вы вышли на новые рубежи. Вот, ура, да, есть новая задача. И с чем еще хочу поздравить, что у вас опыт есть уже преодоление, неважно по отношению к чему он применялся, но это то, что у вас не отнять, вам главное его осознанно им пользоваться. Второе, я бы вам предложила самостоятельно или вместе с коучем посмотреть опять со стороны на тот момент в вашей жизни, где сейчас вы оказались, и увидеть, как вы хотите лучшим образом решить вот свои новые задачи, как вы хотите, как вы хотите, чтобы ваш рабочий день выглядел. И еще тоже, да, опять же, по статистике, по наблюдениям, чем больше ответственность руководителя, тем больше у него страдает баланс, да, жизненный баланс. то тогда как будет выглядеть ваш жизненный баланс, и когда вы хотите вот этот новый стиль жизни для себя воплотить в жизнь, реализовать, посмотрите вот на протяжении какого-то времени, как у вас это получалось, и какие шаги вы предпринимаете для того, чтобы осуществить эту новую цель, которая называется быть успешным, расти дальше, и выстраивать свою сбалансированную жизнь. Чему вам нужно научиться, какие способности развить, как вдохновлять и включать людей в деятельность своей команды. Здесь очень большое поле для работы. А время, где найти человека, как это сделать? Если мы переходим от механического действия к искусству, то тогда и время появляется. Еще очень большим источником драйва, энергии для вас будет являться осознание того, почему для вас важно именно здесь находиться. И сверить еще тоже. Это то, чего вы хотели для себя, когда ставили для себя вот эту планку, когда устанавливали для себя эту цель, которую сейчас вы достигли. То есть, если я вас правильно понимаю, если увидеть эту цель, если ощутить или понять, или прочувствовать свои ценности, то многие вещи, которыми мы обычно занимаемся, они как бы отпадают, и время как бы находится. Я вас правильно понял? или отпадают, или техническое прошлое, из Брауновского движения, когда векторы в разные стороны направлены, если вы понимаете и осознаете свои ценности, связанные с вашей деятельностью, то эти ценности как магнит, вспомните школьные опыты, вот эти стружки металлические начинают выстраивать в одном направлении. И тогда у вас сопротивление трансформируется в движущую силу. И время появляется. Время появляется, да, потому что мы не расходуем его на страдания, да, и на поиски, почему же так плохо. Почему же, да, вот я достиг чего хотел, почему же так плохо. А вот как это будет хорошо, да, задайте вопрос, опишите для себя эту картину, и я хочу сказать, что это всего лишь рекомендация, на самом деле за этим стоит работа. И тогда еще один вопрос предлагаю вам подкинуть, как вы добавите в эту работу больше удовольствия, интереса, открытий, словом того, что для вас важно по жизни. Максим из Санкт-Петербурга спрашивает, ваши гости говорят, что нужно начать действовать. Мне 26 лет, еще кризис 2008 года, из-за увольнения пришлось менять работу и бросить учебу. С тех пор работаю, где придется, сейчас в технической поддержке программистской конторы. Нравится заниматься творчеством, музыкой, но чтобы это принесло заработок, нужны связи, которых нет. Приехав из военного городка в Санкт-Петербург, вот и приходится работать там, где не особо нравится, чтобы свести концы с концами. Так как же вот разорвать этот порочный круг? Что делать в этом случае? Вы знаете, мы иногда сами себя тоже вот загоняем в порочный круг, когда говорим себе или все, или ничего. исходим из принципа или-или. Или-или, да. Вот хочется и творчества, и музыки, и заниматься любимым делом, и я уверена, да, и финансовой свободы обеспечить себя, а вот сейчас вот это, когда мы видим очень большую картину и сравниваем с тем, что есть, тогда эта пропасть становится какой-то громадной, да, и невозможной для того, чтобы перепрыгнуть через нее и оказаться в этом счастливом, да, в этом прекрасном далеком. Я бы здесь вам предложила просто рассмотреть свою жизнь и вашу деятельность как составные части, увидеть, да, как составные части вашего движения вот к этому прекрасному далеку. Для себя разбить ее на этапы. допустим, три года. Где я буду вот по отношению к этому своему желаемому будущему еще через год? Вот, как я нарастил мышцы, как я научился связи устанавливать, чья поддержка мне нужна? Вот, для того, чтобы, вот, ваша история мне напомнила тоже известную такую загадку. Можно ли съесть слона? Можно, если разрезать его на кусочки. Вот, начните с этих кусочков. Если это, я уже не как коуч выступаю, я просто делюсь опытом. Ну, вы выступаете как тренер по тайм-менеджменту, по крайней мере. Разрез слона на кусочки. Ваш бывший ученик вот в том же самом русле. Во-первых, хотел бы передать огромный привет Светлане от ее бывшего ученика. Он, правда, не назвался. Во-вторых, мне, как выпускнику, который попал в корпоративный мир, вошедшим с новым мышлением, мне горько осознавать, что в корпоративном мире коучинг не существует. Я осознал, что это некая идеальная модель, в которую последнее время все начали верить. А он просто не работает. И в то же время, как инструмент коммуникации с коучингом все окей. Как вы можете это прокомментировать? Ну вот уже, да, уже есть область, которая окей. Когда вы мне рассказывали, я вспомнила отца своего, который для меня очень таким примером жизненным является. Он одна из любимых его было поговорок «Gutta kawet läpidem». Это капля долбит камень. Вы уже верите и видите, что в коммуникациях коучинг окей, да, он вам помогает. И, значит, вы можете вот шаг за шагом, да, капля за каплей расширять применение коучинга, если вы верите и хотите. И еще я хочу с вами согласиться, да, в каких-то компаниях в коучинг очень поверили, в каких-то компаниях нет, и этому есть много причин, как бы, это не, не будем тратить время на поиски причин. здесь тоже, наверное, зависит от того, насколько, для чего вы хотите его применять, и что, и вера в то, что, какую пользу вы принесете компании и людям, которые в ней работают, потому что коучинг, это в корпоративном мире, в любом мире, это работа индивидуально с человеком или с группой людей, и он влияет именно на развитие людей, самым эффективным способом является, как говорит мой учитель, один из любимых учителей, Джон Уитмар, это не только полезный, но и приятный процесс, и людям нравится, когда им задают очень хорошие вопросы, которые выводят их на другой уровень, и еще забудьте о том, что это невозможно, очень многие вещи, открытия, совершались людьми, только потому, что они не знали, что это невозможно сделать, это тоже из области совета, да, кстати, Лао Цзи сказал, что если ты хочешь пройти тысячу ли, сделай хотя бы первый шаг, да, все начинается с первого шага, все начинается с первого шага, еще один вопрос с сайта, Николай из Ставрополя спрашивает, добрый вечер, я работаю по найму, сейчас пробую создавать параллельно свое дело, подскажите, как лучше перейти от работы по найму к своему бизнесу, тормозом является ипотека, не могу решиться перейти на вольные хлеба, и не могу много времени уделить своему бизнесу, но здесь, да, если бы я была бы вашим коучем, наверное, это такая большая тема для работы была бы, вот вы сейчас рассматриваете тормоз ипотека, да, но вот ипотека дала вам возможность жить сейчас прямо, да, в том жилье, в квартире или в доме, который вы не купили бы, если бы ее бы не было бы, за это тоже, да, вот можно сказать, что в чем-то тормоз для вот ваших осуществлений вашей мечты работать в своей компании, а в чем-то все-таки это благо, и посмотрите, вот, не знаю, посмотрите на вашем календаре, на линии времени, когда вы хотите, когда вы уже завершите эти ипотечные выплаты, через сколько лет, какие у вас есть возможности, какие, как вы можете совмещать работу по найму с работой на себя, наверное, работа на себя для вас какую ценность представляет, что именно вы делаете лучше всего, делаете так, как никто другой не делает, вот в вашем городе или в вашей тусовке, как вы можете постепенно этому, это развивать и в какой-то момент начать брать деньги за это, как это повлияет на выплату ипотеки, совмещать одновременно какой-то момент совмещать две вещи, если вдруг это возможно, ну, по дикости какой, по незнанию, если бы это можно было бы совместить, то как бы это было, как бы это было, в какой момент вы бы начали это делать, вы действительно могли бы начать, и тоже еще совет, да, все-таки говорить тормоз, вы себя этим останавливаете, если вы будете благодарны за то, что вы смогли это сделать, это тоже шаг такой, да, взять ипотеку, купить жилье, то это вам будет придавать силы, я вам просто гарантирую, когда говорите тормоз, вы себя лишаете сил. Ну что же, Светлана, у нас с вами осталось чуть больше минуты, у нас есть еще один звонок на линии, Глеб, пожалуйста, Глеб, быстренько ваш вопрос, если можно, в двух-трех словах. Стараюсь, добрый вечер, и вопрос у вас такой, как правильно задавать вопросы? Как правильно задавать вопросы, Светлана? Ну, есть очень много книг, как задавать правильно вопросы, вопросы, если взять правильно, да, этому учатся, этому надо учиться, это искусство задавания вопросов, если вы хотите человеку помочь открыть для себя что-то, открыть, задавайте только открытые вопросы, которые начинаются что, как, когда, где, почему ты хочешь это достичь, как именно ты будешь это делать, когда ты начнешь, то тогда вы будете помогать людям делать открытие, ну да, то есть вопросы, которые приглашают человека к рассказу, к разговору, не просто да или нет, или не просто белый или черный, а именно к рассказу, да? К исследованию, к поиску в себе, к открыванию в себе, того, что он сейчас еще не использует. Ну что же, наша программа подходит к концу, и мне остается только поблагодарить Светлану Чумакову, основателя и генерального директора Международной Академии Коучинга, за то, что она поделилась своими мыслями и своим жизненным и профессиональным опытом. Спасибо большое, Светлана. Спасибо всем, спасибо аудитории, я желаю всей души всем осуществления ваших планов и силы для действий, которые будут помогать осуществлять их. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ, и я, ее ведущий, Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы.